Итак, начинается еще один матч четвертого тура Казанской футбольной любительской лиги дивизиона Д между командами Ротар и Фарт. И коротко о составе Ротар, кто сегодня на поле. Номер 14 Роман Катаолин, номер 21 Антон Порфирьев, номер, номер, номер. В защите номер 16 Рамиль Штиряков, номер 77 Кирилл Торбин, номер 6 вижу на поле Ранив Хази Ахметов. Номер 7 Дмитрий Иванов, номер 23 в основе вышел Ильнур Сафин, номер 13 Сергей Королев, в наворотах номер 90 Ренат Фахреев, в нападении номер 22 Антон Ященков. Ну, вроде бы никого не забыл. Пока команды вот так разогреваются, скажем так, и ищут пути дорожки по воротам друг друга. Коротко о турнирной ситуации. Ротар идет на 10-й позиции, у него 2 победы, 1 поражение, 8-5, разница мячей, плюс 3. Фарт идет на 4-й, по-моему, строчке, 3 игры, 3 победы. Мяча не помню сейчас, после этой атаки. Фахреев этот мяч забирает. Да, фарт идет на 4-й позиции, и помечаем 9 к 4. Давайте перейдем. А это какое? В кафе я连 заявить, что Ротар всегда ноль-ди начинают. А? Это традиция такая, да, уже для команды Ротар? А? Нет пока еще. То есть сразу можно это самое Сразу на табло счет вешать 0-1 Оп, нарушение правил В атаке Вернее сказать, атакующего Свалили сейчас Сафин там подбегает А свалили Антона Ященкова, между прочим И штрафной С правого фланга атаки Чуть ли не вся команда сейчас собралась В штрафной фарта Подача низом Сафин вернул Ященкова Еще один навес Порфирьев здесь Отдал в центр мяч Зацепился за этот мяч Иванов Прошел Сигнал Порфирьев поднял руку Получил мяч Перефинтил всех, в том числе и себя И, ну, аут Так, и на замене, кого я вижу Номер 4 Марсель Ибрагимов Номер 9 Ренат Ахмадуллин Номер 55 Евгений Еременко Номер 17 Марат Шегапов Номер 34 Илья Петров Ваши вечные запасные Ваш вечный запасной комментатор Номер 33 Мурвалеев И рядом со мной номер 94 Передамир Абдулин Это все, что касается состава Ротара на сегодняшний день Теперь только уже игра Только по игре Только, может быть, какие-то статистические выкладки По турнирной таблице Но об этом позже Ну, 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 как же так же Без удара-то этот навес прошел Нет, удар последовал головой Но Королев Остановил прорыв этот Хазяхметов там с мечом Вернул Королеву Да По батарейке-то должно, по идее, хватить Посмотрим, да и по флешке Если батарейка хватает, то и флешки хватает Просто однозначно Это Королев, по-моему, сейчас был Иванов Торбин Торбин Кирилл оказался там На левом фланге Нападение практически Прошел всех, удар! Ну, у Кирилла вообще Манера, вот я обратил внимание Он бьет крученые мячи такие Получаются у него Как в бильярде шар в лузу закручивает Так и здесь Я же в предыдущем матче не видел Как был забит, но был крученый забит Так же, да У него, в принципе, удар такой получается Он как-то с... Как бы это сказать С внутренней стороны стопы Что-ли, с подъема Так, оп, и подкручивает мяч И он летит Меняет направление полета еще По ходу, так сказать Меняет направление движения По ходу полета Я, будучи, вот еще когда На тренировочках, так сказать С Ротаром Тренировался Если Кирилл играл В противоположной команде В двух сторонке То есть стабильно он мне голы забивал Потому что вот Я и больше всего боялся И его ударов Именно Вот ты Не было офсайда Ну не было офсайда Не было офсайда же, а Но точно так же Как судья В прошлом Поединке Не заметил руки В штрафной Точно так же Сейчас даже глеим Офсайд Которого вообще не было Помимо Просто смотрю Брат С утра как-то неофона Это если с утра день потерян Кстати, с этим фартом мы играли Как раз таки выиграли Насколько я помню 2-1 2-1 Товарка Это товарка Фарт сегодня идет Еще раз повторюсь На первой позиции Ой, на третьей Футы На четвертом месте Три победы Три победы, да Три игры, три победы Там целая Пятерка команд В том числе Вот и предыдущие Кто играл Феникс Но Феникс С железным Теперь на первом месте будет 9-0 С такой разницей мячей Там не Феникс Нет, лидировал Челси Спарта, Казань, Фарт и Феникс Вот первая пятерка команд Выглядела именно так А Феникс сегодня выбрал, да? Феникс вот только что Обыграл Альзаид Со счетом 9-0 И железно обеспечил себе Первую строчку После четырех игр Потому что я не уверен Что Челси Сделают свой матч Со счетом 5-0 Чтобы догнать По разнице мячей Ушедших вперед Феникс Что-то хорошо играл Феникс Да Я уж не знаю Альзаид В первом тайме Альзаид вообще не играл То есть на поле была одна команда На самом деле Но даже вот При этом было видно, что Фениксу мы поиграли по делу на самом деле Два-три Потому что были видны И опять же повторюсь И связи команды на поле Они четко прослеживались между линиями Не было разрывов между линиями И технические и тактические команды очень подкованы Поэтому ее первое место В лейтерах В первой пятерке На сегодняшний день Ну а по очкам в принципе Как бы эти пять команд делят первое место Поэтому я не сильно ошибся Оно вполне оправданное У меня просто делала игра F1 Которая тоже пришла из C Но И F1 по-моему в прошлом матче вообще практически Ничего не показал Чего-то выдающегося То ли Ротар сыграл так здорово То ли F1 Да наверное оба фактора И Ротар играл неплохо Просто Поймал соперника На его же ошибках Да и сам поймал Кураж Просто после игры С тем же Фениксом 2-3 проигранный Хотелось в первую очередь Самим себе Наверное показать Что все это ошибочки На самом деле Играть мы можем Умеем И должны Вот сейчас подача В нашу штрафную Что-то нечет Мое мнение То что Когда команда F1 Вообще Блекло стояла Как знать Любой голод Сначала ошибка защиты Потом ошибка вратаря Наверное Вот и Прекрасный удар По-моему Хази Ахмедов Убил Да Нет Антон Ященков Прошу прощения Да Ахмедов Он На Правом фланге Обороны Да понятно Они просто немножко Похожи внешне Отсюда особенно Сверхотур Почему Если играть По Пуцинку Одного черного Другого Это тот Это тот Кто А? Это тот Кто играет Сказать И постоянно Тренируется С Ротаром Видим Такие уже Нюансы Кочин Доиграл Эпизод Отдал пас Торбину Торбин Обратно Кочину Но Чуть-чуть Не допоняли Друг друга Порфирио Вроде только Хотел зажечь Сигнал Я Отдай мне пас А Чуть сильнее С передачи Получилось В итоге Мяч Отдали сопернику Ну вот По первым Минутам Происходящего На поле Такая равная Игра Идет На самом деле С моментами Молодец Ренат Вовремя Скомандовал Взял Мяч Равная Игра Идет С моментами Как у Одних И у Других Ворот Ну пожалуй Самый верный Момент Вот был Минут Три Назад Когда Ященков Не реализовал Ну там Выход Один на один Практически Иванов Аля он Фланг Потерял Мяч В итоге Но Здесь На перехвате Штиряков Браво На опережение Очень грамотно Сыграл Порфириев Хорошо Нашел Передачу Партнера Вернее Иванов А Иванов Уже партнера Не так хорошо Нашел Сафин Для мяча Не добежал Иванов Опять Порфириев Ну что ж Такая ошибочка Технически Не очень Грамотно Выполнен Сыгран Эпизод Дальний заброс Вперед Фахреев Совершенно Спокойно Четко Этот мяч Фиксирует Фахреев Фахреев У нас По-моему Штатный Вратарь Теперь Уже Может выдохнуть Фарт Действительно Играет Пока На фарт Вот брат Близнец Оба момента Были практически Идентичные Одинаковые В обоих Случаев На острее Атаке Оказывался Антон Вещенков И в обоих Случаев Он промахивался 13 минут Сыгран В первом тайме Иванов Ну назад Отдай Там же Спокойно Свободно Торобин Подбирает Этот мяч Раньше Нужно было Это делать Хорошо Гатаулин Оттеснили его От мяча Но без нарушений Правил Хотя Аут наш Там Антон Парфирьев Обежал За мячом Королев Сейчас Ой не Королев Это был Иванов Прикрыл Мяч Корпусом Так бы позволив Парфирьеву Прокинуть его дальше Но К сожалению Там дальше Было зафиксировано Нарушение От правил В атаке И Мяч переходит К сопернику К команде Фарт Восьмой номер Фарта Сейчас по флангу Делает передачу В центр Но здесь Хозяхметов Этот мяч Выносит Правда На угловой По-моему Первый угловой Наших ворот Нет Нет Было что-то Да Что-то Прямо скажем Не торопится Фарт Ну Можно подумать Ведут 3-0 Или Фарт Устроит Ничья Или Фарт Настолько Уверен В своих силах Что он еще Сможет Забить Несколько Подача Это подача Наверное Все-таки Можно Можно Констатировать Что она Была В никуда После таких Подач Голы Не забиваются Вот еще Одна Подача Ну тут Совсем Все Бедненькая Иванова Ну Иванова Сейчас посадили На бедро Этот момент Судья Увидел Иштиряков Смечен Пас направо Хозяхметову Там Королев Нет Нет Не получил Этот мяч Сразу Идет На Ященкова Но Ященков Пижонит Хотя Королев Вроде Оттягивал На себя Одного Из Игроков Соперника Вроде бы Сначала Подумал Что Пас Пойдет Ему Но нет Было Сделано Грамотно На самом деле Он просто Оттянул На себя Соперника За замену А замена Уже В составе Ротара Номер 34 Там Илья Петров Вместо Номера 77 Кирилла Турбина Вместо 77 Номера Кирилла Турбина Ну и Еще один Человечек Там На Кромке Поля Номер 44 Герамиль Генетов Который Давно Не играет Но всегда С нами Один Из Представителей Группы Финансового Института В команде Ротар Кирилл Турбин Рамиль Штеряков Рамиль Генетов Ваш похорный Слуга Тимур Валеев Во времена Оны Заканчивали Сие учебное Заведение Сие Альма Матер И помните На заре Ротара Когда мы Еще играли Во дворе Седьмой Гимназии Даже Такое Деление Было На двух Сторонках Финансисты Против шахматистов В шахматистах Ходил Антон Тимофеев Насколько я помню Артем Тимофеев Дамир Аюпов Илья Петров Кирилл Турбин И там И там Вот и так Воспоминания О делах Давно Ушедших дней Предание старины Глубокое Здесь пока Все на поле Происходит В настоящем Порфирев Как четко Сейчас из спины Защитника Выскочил Мяч забрал А сохранил Себе мяч Ну что же Так Оп Свисток Тут как-то Пасмурно Становится Синоптики Обещали Сегодня небольшой Кровяный дождь Но погодка Футбольная Такая Обещали Футбольная Погодка Такая Где-то Около 14 градусов На улице Бегать Самое то Наверное Не жарко И не холодно Да и ветра Нет Что тоже Хорошо Хочу обратить Внимание В общем-то Пока со стороны Фарта И комментировать По большому счету Нечего Фарт Ничего не показал Вот 17-18 Практически Минут Первого тайма Ну пол Первого тайма Прошло Ну как сказать Пытается У Ротары Например Несколько Действительно Серьезных Моментов Возникало Три Момента Возникало Оборот Один раз Торбин И два раз Даже четыре Получается Тогда момента Потому что Один раз Торбин Наносил удар Дважды Антон Ищенков И один раз Он же Через себя В падении Пытался Пробить Там не особо Был Бой На позиции Ну Как сказать Если бы у него Вышел этот удар То там Совершенно Непредсказуем Задержка Будет Сейчас Тайме В первом тайме Ну Навыки Лазания Через забор Тоже конечно Крайне Необходим Нашей команде Вот например Ситуация Мяч Улетел За пределы Уже Стадиона Тоже Уже Из АДК Алиша Улетел Мяч Вообще Во дворы Я уж надеюсь Судья добавит Ты знаешь Если этот судья Отнял В общем-то Откусил Можно сказать От первого матча Почти 10 минут Игрового времени Он дал сыграть В первом тайме 35 минут Во втором 33 То я не уверен Что этот судья Будет что-нибудь добавлять Да-да Вот тот самый На который ты пальчиком Показываешь Вот этот вот судья В поле Главный арбитр Матча 35 минут Было сыграно Фениксом и Альзаидом В первом тайме И 33 минуты Во втором Я не знаю Куда он этим Уже почти 12 минут Вернее Положил Но видимо Куда-то положил Может Пожалел он Этот Я наверное Пожалел он Альзаид На самом деле Я так думаю А первый там Уже был скачивый счет Девять Девять Ноль А таблот по-прежнему Не работает Между прочим Хотя Вчера Писали в группе То что Он уже работал Ну скорее всего Пока для Середы Пока Что-то вообще Какое-то вялое действие Сейчас на поле Потекло Сейчас еще дождичек Пойдет Ну совсем будет Весело Говорят Что Антон Ященков Нарушал Правила Я бы Поспорил Он был На мяче Укрывал Его корпусом Да Пускай Говорят Пусть Говорят Это им Там на поле Хорошо А нам Здесь Под крышей Стадиона Тоже Что еще Феникс 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 Фланг На фланг Перешла С левой На правой С левого На правой Фланг Перешла Атака Фарта Там Порфирьев Сейчас Пытался Помешать Четвертый угловой Наш пароль Пытался Помешать Сделать передачу Не смог Помешать Ну Порфирьев Маленький игрок В смысле Рост И когда Верховая передача Идет Ему Конечно Трудновато И Сопротивляться А тут Явно Было Что Восьмой Номер Просто Перекидывал Всех Защитников Вообще табло Отключилось А? Вообще табло Отключилось Зачем оно нам Действительно Нам табло Не нужно Но дело не о табле Дело о том Что Ренат Фахреев Сейчас Опять грамотно Скомандовал Увидел полет Меча Взял его В руки Но как-то Неудачно Его В игру Ввел Сафин Направо Королев Остановил Развернулся Хозяхметов Забросил На Ященкова Нкатаулин Там один В центре Вратарской Был сейчас Иванов Удар Гол Да Пробил Можно сказать Сейчас вратаря Буквально 1-0 И замена И замена В составе Ротара Есть я Да Двойная замена Если я правильно понимаю Номер 17 Марат Шигапов Номер 55 Евгений Еременко Появляется И только что А нет Иванов забивал Антон Порфирев И Роман Гатаулина Ходит с поля 1-0 Павел Ротар И приблизился Пока что На данный момент К первой пятерке Команд Лидирующих в группе В нашем дивизионе На сегодняшний день На сегодняшний момент Да Ой Сейчас карточку Получит Ильнур Сафин Нет не получит Пожалел судей Рубил он конечно Игрока Подкат сзади Ну честно говоря Мне его игра На самом деле Импонирует Ренат Очень здорово Читает Комбинации Соперника И видит Когда и где Нужно выбегать Ринару уберем Не надо Да я тоже думаю А может быть Оставить Фахрей Основным Голкиперам Тот самым интересным Подолинар пропал Нет ну на самом деле Вот видение игры Ринату не откажешь Вот то что он читает Комбинации Это так оно и есть Тут уж Как бы смысл Поспорить с этим Губайдулин Три четвертый А Петров Слушай у меня уже Это Губайдулина Нет сегодня Губайдулина Сегодня нет Да Потому что Бывает Извиняюсь Илья Прости пожалуйста Я назвал тебя Не той фамилией 16 номер Рамиль Штеряков Мяч Выбивает в аут И вот после После пропущенного Фартом Изобитого Соответственно Ротара Мяча Фарт немножко Активизировался И атаки пошли На наши ворота И что-то Получаться Фарт стал А Ротар Я смотрю Сегодня на контратак Больше действуют Как-то так Получается Вроде Фарт В середине Поля И на нашей Поле Сидит 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 Потом Раз И вот Что-нибудь Вот такое Вот Получается Все четыре Момента Более созданы На контратаке Фарт поймали Да и гол забили В принципе Тем же Тем же Самым Способом Контратак Контратак 25 минут Первого тема Позади 25 минут Первого тема Позади К сожалению То что у нас нет Прогрессивной техники Наушников Которг Можно было комментировать А прямо Находясь На кромке Поля Еще и после матча Интервью Взять Кстати Такое Возможно Лить Здесь У с технической точки Зрения Нет И только Спуститься Вниз Камеры Все Понятно Имеется Подключение Нет Такого 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 Отворот Отворот Дай Так Первый Подпор Такого 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 Того Такого Такого Дальний Взять Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Сейчас у нас Роман Гатаулин, 14-й, 77-й, Торген, Кирилл и 21-й, Порфирий, Фантон, 23-й, Нур Сафин. Это те игроки, которые еще могут сегодня появиться на поле. А Ирина Пахмадурна, конечно, да, 9-й номер. Я вот так, как ты и не заметил. Пошел Фарт в атаку. Пошел Фарт в атаку. Нет, атаку Фарта не получилось. По крайней мере, развернуть сразу ее не получилось. И аут. Пас в центр штрафной. Там головой защитник этот мяч забирает, выносит. Еременко. А, нет, прошу прощения, это Королев был. Еременко там носил вперед, впереди. И Марат Шага. Появившись на поле, 17-й номер, сейчас мяч будет вводить из. За боковой. Вышеченную замену, напомню, Шага все время он как раз практически в середине первого тайма на поле появились, пока замен в перерыве у Ротара не было. Кочин на Иванова. Тут обратно мяч вернул. Иванов боролся и с нарушением правил останавливал сейчас его соперника, за что получил совершенно справедливый свисток. И сейчас желтую карточку Дмитрий Иванов получит за остановку игрока соперника рукой. Но ситуации в первом тайме были, когда судья молчал в плане желтых карточек в нашу сторону. Здесь уж не самое очевидное нарушение в плане награждения горчичникам. Можно было и не давать. Пас вперед со штрафного. Иванов там борется, поборолся и снова с нарушением правил. Фарт, наверное, долго думать не будет, но, скорее всего, будет пас вперед такой длинный. Штрафной заброс. Навесом-то это, наверное, сложно назвать. Будет. Да, это не навес, это такой именно заброс в штрафную. Но здесь защитники, по крайней мере, с первым мячом разобрались. Иванов там опять активно борется. Правда, мяч выцарпать на этот раз не смог. Но вот здесь аут уже в нашу пользу. И Илья Петров будет его выбрасывать. И замена в составе команды Ротар готовится. Номер 9 Ренат Ахмадуллин. Заменять он будет чуть попозже. Кого, пока не знаю. Ну, наверное, одного из защитников, потому что сам по себе Ренат играет в атаке. А у нас сейчас на поле два форварда. Это Евгений Еременко и Антон Ященков. Но Антон Ященкову вряд ли. Ну, а пока фарт. Вот сейчас плотненько обосновался на нашей половине поля. Теременко отпасовал чуть назад. Ибрагимов. Ну не, вот сейчас-то где? Навернулся же Ященков. Видел, что находится в ассайде. Сделал шаг назад и зажигать. Замена. Ренат Ахмадуллин появляется на поле вместо Дмитрия Иванова. Но фактически нападающий меняет полузащитника. Ну, карточку сейчас получит ранее в Хозяхметов. Тут запросто можно было рассудить это действие Хозяхметов как умышленную игрой рукой. И именно так судя это действие и рассудил. Ну, можно, в общем-то, на пустом месте заработал сейчас Хозяхметов нарушение и карточку. Да и штрафной привез крайне неприятно. Ибрагимов. Авсай. Хозяхметов туда на левый фланг. Ахмадуллин с мячом оказался в центре поля. Потерял его, к сожалению. Но нарушений-то там не было. Нарушений не было. Можно было в аут мяч оставить. И сейчас будет опять, скорее всего, заброс туда ближе к штрафной. Вот на этот полукруг. На этот радиус. Именно там все скопи... И собрались сейчас все игроки. Ну, Пахреев брал. Опять же, четко прочитал траекторию полета мяча и забрал его в руки совершенно спокойно. А вот в нашу пользу. Подбегает Хозяхметов. Сейчас будет его выбрасывать. Замена в составе Ротара номер 21. Антон Порфирьев заменяет номера 55-го. Евгения Еременко. Уравняли. Снова двое нападающих на поле. Ахмадуллин и Ященков. А Порфирьев он все-таки больше в полузащите. Ященков. Королева. Ах, не дошла передачи Дахмадулина. Не надо там сейчас никаких претензий друг другу предъявлять. Все нормально. Это абсолютно игровой момент. Ай-яй-яй-яй. Поздно прочитал, мне кажется, Ренат. Этот момент. Теперь уже атакует фарт. И нарушение в атаке. Там локтем, по-моему, по лицу съездили сейчас. Одному из футболистов Ротаров. Я пока не вижу, кто это. Не вижу номера. По-моему, это Хази Ахметов. Сейчас получил. Да, Хази Ахметов. Ну, Роджевой. По свисткам. Шагапов мяч вводит в игру. Ну, я бы не сказал, что уж так прям. Там игра рукой была. Мяч, наверное, мне казалось. Мяч попал, скажем так, в ишлокте. Считать такую игру рукой, игру рукой. Игрой рукой. Ищенков. Ибрагимов там. Ахмадуллин. Нет, слишком сильно. Там даже Шагапов, наверное, этот мяч не догнал. Обыграл своего соперника. А-а-а, ну что же, Марат, так красиво обыграл и так бездарно. Ситуация-то какая была, а. В такой-то игре сейчас забить второй мяч и... Можно выдохнуть. Штиряков. И аут. Замена в составе команды Фарт на этот раз. Номер 33 у команды Фарт появляется у нас на поле. А, нет, не номер 33. Ошибка. Номер 8. Номер 6. Нет, номер 8. Ну, а тем временем игра продолжается. Кочин. Вновь выносит мяч в аут. Хотя, наверное, вот в этой ситуации можно было мяч остановить и обработать, и отдать одного из партнеров. Там и Хазяхметов, и Королев рядом были. Такого пожара... Необходимости ставить такой пожар штрафной... В этой ситуации не было. Кочин. На этот раз угловой. 15 минут сыграно во втором тайме. Счет по-прежнему 1-0 в пользу Ротара. Но счет очень скользкий на самом деле. Сейчас вот любой... Эпизод может кардинально изменить ход игры. Здесь Фахреев забрал. И прямой заброс на Ищенкова практически получился. Испугали сейчас футболе... Оборона фарта. За пределы поля, за боковой линии мяч выбиле. Хазяхметов вбросил туда практически в центр штрафной, но толку-то. Там ни Ищенков, ни Ибрагимов за мяч не зацепились. И есть серьезный риск контратаку получить. Уже, правда, не контратак. Ибрагимов. А зачем? Ну, можно же было, опять же, спокойненько. Ищенков. На Хазяхметова просил его вперед. И снова аут. Замена в составе Ротара. Номер 77. Кирилл Торган меняет номера 17. Марат Шигапло. Замена в линию. Порфирьев не попытался обработать мяч не очень удачно. Вернее, очень неудачно это получилось. Номер 13-й Сергей Королев. Зажег сейчас свечку в центральной зоне поля. Тем самым мяч все-таки оставил. У нас Хазяхметов с Ищенковым сейчас такую перепасовочку задумали на правом фланге. Но вот брак в передаче. И мяч достается игрокам противоположной команды. Пас. Еще один. И перехват. Серия взаимных ошибок в центре поля. Ибрагимов сейчас подкатывался. Сподкнись, объявленного игрока, он бы получил карточку. Аут. Фарт пробивает штрафной. Все-таки, видимо, вот за этот подкат Марселя Ибрагимова, что ли, он был назначен. Антон Ищенков сейчас один против практически троих соперников. Обошел всех. А вот теперь, нет, не свалился, остался на ногах стоять. И все сделал правильно. Может быть, даже и нарушений-то не было, и штрафной там, но Антон Ищенков сейчас все сделал правильно. Уже почувствовал, что теряет мяч, как бы прокидывал, делал вид, показывал, что прокидывает его себе на ход. Вот, и заработал на себе штрафной. По свистку. Порфирьев там забегает, я смотрю. Подача низом получилось. Королев. Не очень долго. Отталкивали сейчас Сергея Королева от мяча. Но здесь красавец Марсель Ибрануку. А где офсайт-то, а? Штиряков. Обратно на левый фланг. Там Порфирьев. Не дошла передача до Ахмадулина. Торбин. Получил желтую карточку Ренат Ахмадуллин. За удар после свистка. Дим! Димон! Димон! А что с тобой? О-хо-хо! Хозяхметов. Пас на Сергея Королева. Антон Ященков один впереди. Ну нет. Такие передачи не пройдут. Так, уже начинает ругаться фарт, что в принципе нам на руку. Порфирьев. Ибрагимов мяч оставил. Ибрагимов на Антона Ященкова. Да ну заколебал-то своими офсайдами, а? Айда, мы потом с тобой посмотрим, как ты зажигаешь, блядь. Да зажигаешься, блин, я в лигу выложу этот матч. Один за другим офсайдами, блин, откуда берешь, непонятно. Игрок находится за спиной защитников. Штрафной в нашу пользу. Ну действительно, судья-алайнсмен на правом фланге, на правой половине поля, к нам правой. По-моему, уже раза три зажигал офсайд, высасывал его из пальца. Додавил там сейчас 77-й Кирилл Торгин своего оппонента. Заставил того выбить мяч в аут. И этот аут и заработал. Номер 7 Дмитрий Иванов сейчас появится на поле. Замена. В составе Ротара готовится. Так, ну у нас остается 20, чуть меньше 20 минут до конца этого матча. Ренат Ахмадурин покинул поле, на нем появился, в игру вступил номер 7 Дмитрий Иванов. Продолжается игра. Королев, пас вперед! И там сейчас... Отлично все сделано! Удар! Антон Ященков там, по-моему, сейчас претензии пытался предъявить Кириллу Торгину. Ну что ж передачи-то не сделал, я ж там был, на самом краю вратарской. Но Кирилл принял то решение, которое принял. И угловой. Тем не менее угловой. Дмитрий Иванов его подает. Подача низом! И еще один угловой. И снова Дмитрий Иванов будет. Судя проверил, а стоит ли мяч там, где надо. Мяч стоит. Дмитрий Иванов. Удар! Я очередной угловой, третий к ряду. Сейчас, по-моему, Антон Ященков головой пытался подправить мяч в ворот. Что? Да, это были профилактические свистки, да? Чтобы там, значит, не бодались. Удар! Илья Петров с дальней дистанции. Сразу после подачи углового мяч улетает далеко за пределы и намного выше ворот. Чуть больше, а может быть, чуть меньше, ну или около того. 15 минут остается играть этим командам на поле. Замена происходит сейчас в составе фарта. Вот в эту паузу. В этот перерывчик небольшой. 10-й номер поля у них покинул, 33-й появился. В этот перерывчик небольшой. Ищенков и уложили на газон сейчас Сергея Королева. Но судья считает, что без нарушений правил все это произошло. Игра продолжается, игра не остановлена. Петров забросил на... Вот не вижу, на Иванова. Иванов, пора решать эпиз... Руки в вратарю. Кочин. Ищенков. Мяч уходит в аут. Порфирьев. Порфирьев как-то красиво так. Все сделал классно. Удар. Гол! 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 2-0. Классно. И передача у Порфирьева получилась здорово. И... И замена в составе фарта. Тем временем номер 66 поля покидают. Номер... 78 на нем появляются. 2-0. За 14 минут до конца. Ну, 14 минут по таймеру. Судья-то сегодня у нас особенный. У него время бежит быстрее, чем на секундомере. Ну, мне кажется... Через 10 минут примерно на... А в турнирной таблице у фарта появится первая единица в графе поражения. А у Ротары, в свою очередь, двоечка в графе победы сменится на троечку. Ну, сейчас офсайд был, да. Антон Ищенков там. А мы со старшим номером договорились. Не в дом. Не в дом. Ладно. Ну, здесь офсайд, да. Давай-давай-давай. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...